привет это я ваш блудный сын мартин и к несчастью я все еще жив а это значит что видео продолжают выходить в этом видео я хочу порассуждать на тему нюдсов в арт комьюнити и рис ваших фурия а также фурия 18 плюс короче видео ожидается интересно да я уже говорил об этом на мини подкасте своей приятельницы где-то полгода назад но тогда я просто про фурии арт 18 плюс сейчас мы поговорим в целом о 18 плюс контенте в рисовании у фурии 18 плюс контенте рисование и в общем-то таких вот смежных похожих вещах но перед началом я хочу напомнить тем кто забыл и сообщите тем кто не знал что у меня есть свой телеграм-канал из сообщества в к слову которое уже умирает как и телеграм-канал но я вас там всех жду мы художники давайте поддерживать друг друга особенно если я вам понравилось стоит начать с того что я ничего не имею против нюдсовых артов нет я вообще не против этого рисуйте как бы чем дитя не дешевых да да и взрослая окей на я хочу все-таки поговорить больше про фурии 18 плюс это что не знаю как вам мне все равно это кажется странной темкой для меня это непонятно я пока не могу сказать что очень сильно как-то это мега осуждаю но рисовать человека подобных животных 18 плюс на мой взгляд это не просто странно как будто бы это даже немножечко не нормально я не хочу задеть неких художников нет просто на мой взгляд вот такое вот рисование сексуализировано она уж очень подозрительное и непонятное для меня и для многих моих знакомых если вы рисуете для себя окей вопросов нет если вы это продвигаете продаете в массы подаете это как комиссионная у меня вопросов больше не к вам а к тем кто это покупает потому что я не знаю зачем кому-то покупайте человека подобное животное 18 плюс контент арты для меня это непонятно и странно может быть я чего-то не понимаю но распишите мне в комментариях почему людям интересно смотреть на голых человека животных на артах в чем смысл неужели вас вас это настолько возбуждает как это может возбуждать я не понимаю для меня я повторюсь это в сотый раз это очень странно и непонятно люди которые вы это покупаете люди что вы это рисуете напишите в комментариях зачем вы это рисуете всем вот покупаете чему и стремитесь почему вам это нравится единственно хочу понять что это такое за или это что-то другое потому что для меня это выглядит странно у меня нет вопросов к тем кто рисует человеческое тело там не за за головой ну там телевизора да например да и за головой не за чего-то другого если это не животное вопросов нет потому что это ну такой вот фэнтези как будто бы арт да хотя вы можете сказать что или фурия это тоже фэнтези но все равно это как-то странно вам не кажется что вам вообще попадались видео где художники жалуются там на то что у меня никто не берет заказы и вот я начала рисовать фурии 18 плюс я стала миллиардером мне не всегда не часто но попадаются такие видео я хочу понять почему почему людям действительно это интересно еще есть вот такого темка что есть художники которые скатализируют детей то есть рисуют 18 плюс арты с персонажами детьми из игры из сериала из мультфильма из игры там фильма как я сказал до сериала для меня это просто какой-то тумач для меня это вообще непонятно думаю вы наслышаны не только я наслышанный видел такое что если грамм-канал даже где просто выкладывают такой вот контент и это мне кажется большая проблема это просто колоссальная проблема сообщества не только арт-сообщества но и в целом потому что это уж извините но я не могу это назвать иначе чем ненормально я лучше посмотрю 100 картинок фурии 18 плюс чем увижу вот это потому что это ну это нужно к врачу все что касается просто нюсовых артов то я даже за них потому что сколько артов с геншином сколько с другими играми персонажами из фильмов сериалов и так далее я не против этого это людям это не дети это не какие-то фурии это не драконы дракона это вообще какой-то кошмар как их можно сексуализировать и на это на это я тоже вообще не понимаю что творится с миром что творится с людьми почему такое популяризируется не просто популяризируется такое становится как будто бы нормальным стигматизируется что что вот как вот как выжить и вот в таком мире я считаю вот такой вот хрень нужно запретить запрещать максимально но что же касается фурии а готов еще я бы хотел сказать такую вот вещь конечно конечно не все поголовно да даже не все кто это рисует возбуждается таким вот фурии артами драконами что там сейчас популярно ребят как бы я вообще старичок уже до отстал от этого мира вот не все я говорю конечно нет не все ты кто это рисует сами возбуждаются на пока вот это вот рисуют конечно нет на большинство это делают просто с целью прибыли что это значит а значит то что они продают вот код контент он популяризируется люди которые хотят это увидеть радуются этому не получают дофамин дофаминовое наслаждение вот лучше покурить ходить ребят начать что-то выпить я не знаю что это такое как что-то вы совсем уши хренили да простите отвлекся короче я думаю что действительно вот такой вот кошмар он должен отслеживаться такое не должно прицветать такого не должно быть хорошим адекватном мире может быть и сейчас такую-то утопию у себя в своем мире но согласитесь что это очень странно я мучу про pdf вы его как говорится на потому что это вообще какой-то кошмар я могу это понять если там 13 14 летний чел заказывает арт где там тоже 13 14 15 16 летняя голый 18 плюс а да это я еще как-то могу понять но сами думаете а художникам не противно вот такое рисовать продавать у них как бы совесть то не болит после этого все нормально ребят а такой вот вопрос да я уже говорил свое мнение про то что вот таки от потная большие дядьки хотят подарили на маленьких герлс и бойс что я максимально осуждаю да говорил но я еще раз хочу поговорить об этом не должно молчать об этом должны говорить что да есть такая проблема с ней нужно бороться я не знаю хотя бы если вы видите такое кидайте жалобы не знаю на художников не знаю насколько это поможет но так будет лучше возможно ваша совесть очиститься корма да короче нужно с этим бороться я не знаю какие-то петиции не за что ли писать против такого не знаю как с ним сейчас бороться нужно но это действительно поможет очистить наш мир и такое так что давайте вперед друзья нужно избавляться хотя бы не заказывайте такое кидайте жалобы на таких художников которые такое делают сомневаюсь что разговор с ними это исправит потом лучше уж просто жалобы кидать то таких только могилы исправит и говорится да в целом это все что хотел сказать все что хотел обсудить я обсудил советы какие-то как бороться с этим хоть какие-то отдал и опять-таки если вы промышляете таким у меня к вам большие вопросы я не знаю если это какой-то заболевание психологическое отклонение я не злюсь на вас я понимаю но как будто бы как можно не злиться на такое на откровенную пошлость детям на сексуализирование можете грубо говоря животных получеловека полукабана полудракона как как ребят вам это может нравиться напишите комментариях если вы вам такое нравится если вы понимаете что это проблема я рад за это здесь на рад что вы понимаете что это проблема с которой вам нужно справиться и есть большое количество онлайн психотерапии психологов вы можете обратиться с такой проблемой что так так вот мне нравится такое обратитесь ребят если нет денег ну и не знаю почитать инвестиции по поводу этого если вы понимаете что дать что-то у вас какое-то вот такого вот хрень есть не хочу осуждать максимально как-то сильно но сами наверно понимаете что это мягко говоря странно непонятно большинство у других людей возможно видео получается сумбурным но я очень хочу внести хоть какой-то в свой вклад в развитие этой проблемы в поднятии и да вы можете сказать и и уже всех сторон писали и что и что и что что такого я считаю что об этом нужно говорить пускай эту тему может быть и обсасывали сто миллионов раз от этого она менее жесткой не становится такие арты и художники процветают такого не должно быть нормальном мире давайте действительно побудем суперменами очистим короче ребят все я сказал что можно сделать кидать жалобы на таких художников если вы какой-то мегапсихолог можете написать но сомневаюсь что от этого что-то изменится вот по крайней мере нужно кидать жалобы на такой вот чтобы такое не процветало чтобы такого вам не попадалось на глаза чтобы такого не было ну в общем то это был я ваш блудный сын мальтина к несчастью я все еще жив и до видео продолжают уходить напишите комментарии что думаете по этому поводу да или если вы такой человек про которых я говорил то напишите как вы к этому пришли буду читать все комментарии как всегда подписывайтесь на телеграм вк youtube ченнел так что я вас всех люблю желаю всего самого наилучшего счастья любви добра семейного финансового благополучия что вам еще пожелать спокойной ночи если вы сейчас будете спать или приятного где-то пути кушать я вас всех люблю и целую в щечку